Какие коричневые выделения при беременности? Какие коричневые выделения при беременности? Количество крови появляется на прокладке, то есть коричневатых выделений. Но коричневатые, буроватые, красные выделения – это все кровь, либо свежая, либо свернувшаяся. Очень важно в такой ситуации обратить внимание, во-первых, чтобы кровяные выделения не усиливались, не появился красноватый оттенок. Во-вторых, и длительность не должна превышать двое суток. В-третьих, к выделениям не должна присоединяться неприятный запах, зуд, жжение, отек, раздражение. Но существуют все-таки патологические состояния, когда коричневые выделения при беременности должны быть поводом для срочного обращения в лечебное учреждение. Первое. В первом триместре мы рассматриваем угрозу выкидыша или начавшийся выкидыш, начинающийся выкидыш. В этом случае появление крови в выделениях указывает на начало отслойки плодного яйца, что нарушает целостность капилляров. Зачастую это случается из-за недостатка гормона прогестерона, который поддерживает беременность, до формирования полноценной плаценты. Женщины отмечают появление боли тянущего характера внизу живота, надлоковой области, в поясничной области. Но признаки беременности сохраняются. Возможно, токсикоз первой половины, тошнота, рвота, нагрубание молочных желез. Такое положение, такое патологическое состояние требует срочной врачебной помощи и состояния постельного режима, полного покоя. Специалистами проводится диагностика, назначаются медикаменты с содержанием прогестерона по показаниям других гормональных препаратов. Это после обследования гормонального фона, потому что угроза выкидыша может быть не только из-за малого количества прогестерона, который вырабатывается в организме женщины, но и при нарушении соотношения других гормонов. Например, при повышенной выработке 17-гидроксипрогестерона, тестостерона, андростендиона. Таким образом, после обследования специалисты, если отслойка небольшая, убирают причину данного патологического состояния и назначают соответствующее лечение с последующим контролем анализов. Если же отслойка произошла почти полностью, то в таком случае происходят самопроизвольные выкидышки, что это тоже требует лечения и наблюдения в условиях стационара. Вторая причина коричневых поделений на ранних сроках беременности – это эктопическая, то есть нематочная беременность. Эктопическая беременность – это беременность, при которой плодное яйцо закрепляется не в полости матки, а вне ее. Чаще всего в маточных трубах, реже в яичниках, еще реже на брюшине. По намерению роста плодного яйца, например, если оно закрепилось, имплантировалось в маточной трубе, маточная труба растягивается и в конце концов разрывается. У эктопической нематочной трудной беременности есть два этапа. Прогрессирование беременности, рост плодного яйца до разрыва плодного яйца и разрыв маточной трубы. Желательно, конечно, диагностировать эктопическую беременность до момента разрыва маточной трубы, чтобы провести органосохраняющую операцию. Нематочную беременность можно заподозрить, если беременность в организме присутствует, но ХГЧ она растает медленно. Не определяется плодное яйцо в полости матки в сроке 4-5 недель беременности, если относительно низкий прогестерон. А прерванную маточную беременность можно определить по состоянию женщины, боли внизу живота, боли с определенной стороны, от центра, справа или слева. Симптомы раздражения брюшины положительны, может быть тошнота, головокружение, вплоть до потери сознания, вследствие внутреннего кровотечения. Ситуация требует неотложной экстренной медицинской помощи, то есть оперативного лечения. Пузырный занос – это третья причина коричневых поделений на ранних сроках беременности. В данной патологии вызывается отклонение хромосомного набора плода. Вместо развития нормальной полноценной плаценты происходит формирование доброкачественной опухоли, которая складывается из большого количества кист маленького размера, которые заполнены жидкостью. Пузырный занос бывает полным и неполным. При полном пузырном заносе плод погибает еще в первом триместре, на этапе формирования плаценты. При неполном пузырном заносе очень редко беременность можно выносить, но очень редко. Как правило, плод погибает во втором триместре. Кроме того, пузырный занос опасен еще тем, что в маточные ткани сосуды попадают кисты. Они же очень маленького размера, в виде мелких пузырьков они попадают и имеют большой шанс проникнуть в кровоток и метастазировать в других органах и тканях, чаще всего в легких. Лечение пузырного заноса заключается в удалении плодных тканей, иногда, к сожалению, и матки. Кроме того, пузырный занос может спровоцировать онкозаболевание. После удаления плодных тканей или удаления матки, женщина состоит на диспансерном учете и за ней проводится динамическое наблюдение. Кроме того, коричневые скудные выделения могут быть физиологическими, когда они появляются в сроке предполагаемых месячных у беременной женщины. Это может длиться не месяц, не два, а несколько месяцев. Рассмотрим причины коричневых выделений у беременных во втором триместре. Первое, что нужно запомнить, что во втором триместре коричневые выделения не объясняются природными процессами или физиологическими процессами при беременности. Поэтому они требуют посещения доктора в срочном порядке. Самой распространенной причиной коричневой слизи является преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Патология опасна для матери, развивается кровотечение. Патология опасна для плода. Он не получает полноценного питания от плаценты. Беременная жалуется на боли над лобковой областью, внизу живота, в поясничной области, ухудшение самочувствия, головокружение, потерю сознания. Отслойка может быть небольшой, при которой самостоятельно образовалась гематома и отслойка прекратилась. В такой ситуации возможно консервативное лечение. И эта отслойка может быть значительной, почти полной. В этой ситуации для спасения жизни женщины и ребенка необходимо срочное медицинское вмешательство, а именно родоразрешение путем кесарево сечения. Вторая причина коричневых выделений во втором триместре беременности. Это предлежание плаценты. Характеризуется локализацией плаценты в области маточного зева. Существует полное предлежание плаценты, неполное, краевое, боковое. Если предлежание плаценты полное, то такой термин, как миграция плаценты, то есть смещение плаценты от области, от края внутреннего зева вверх, здесь неприемлемо. Если плацента полностью перекрывает внутренний зерк, она так и остается на этом месте всю беременность. И родоразрешение происходит только путем кесарево сечения. Во время прогрессирования беременности, роста малыша, увеличивается давление на плаценту, увеличивается тонус матки. Поэтому такие беременные подлежат очень тщательному наблюдению и длительному нахождению или периодическому, или постоянному всю беременность в стационаре. Третья причина количественных поделений во втором триместре беременности – это преждевременная родовая деятельность, то есть преждевременные роды, что возможно после 20-й недели беременности. Стимуляция родов случается по причине наличия инфекций, тяжелых стрессовых ситуаций, есть мекоцелевикальные недостаточности, нарушение гормональной регуляции, снижение выработки прогестерона, той же плацентой, и возможно повышение мужских половых гормонов в организме беременной женщины. При беременности второго триместра, при преждевременной родовой деятельности, коричневые выделения наблюдаются вследствие раскрытия шейки матки. Патология грозит выходом преждевременным излитием околоплодных вод. Состояние нуждается в экстренной медицинской помощи, иногда в экстренном родоразрешении. В редких случаях, если женщина своевременно обратилась в скорую, можно остановить процесс начинающейся родовой деятельности, если открытие шейки не очень большое или вообще его нет, и плодный пузырь на месте, и максимально пролонгировать беременность до полноценного развития плода и его легких, сурфактантов легких. Таким образом, любые нестандартные выделения или ноющие боли внизу живота во втором триместре беременности требуют неотложной консультации гинеколога. Своевременное обращение в медучреждение позволит сохранить здоровье ребенка и будущей мамы. Появление коричневых выделений в третьем триместре. Все причины, о которых мы говорили, о появлениях коричневых выделений во втором триместре, относятся также и к третьему триместру. Кроме того, в третьем триместре коричневые выделения могут появиться по причине подготовки родовых путей к родоразрешению. То есть выход слизистой пробки. Слизистая пробка в период вынашивания плода защищала ребенка от различных патологий микрофлоры влагалища. Но за несколько дней до родов, а может быть даже и в день родов, она выходит. Это явление становится причиной кровяных выделений коричневатого оттенка в 85% случаев. Кроме того, есть определенные заболевания, которые провоцируют коричневые выделения у беременных. Эрозия шейки матки. Диагностируется даже у девушек в подростковом периоде. Распространенная болезнь женской половой системы. Патология проявляется нарушением клеточного строения тканей шейки матки. То есть многослойные плоские эпителии заменяются однослойным цилиндрическим. Коричневые выделения появляются только после контакта с пораженным участком. Либо после полового контакта, либо после осмотра гинеколога. Она не представляет угрозы ни для беременной, ни для плода. И кровяные выделения проходят самостоятельно в течение нескольких часов или суток. Инфекции, инфекционные воспаления женской репродуктивной системы. Различные виды инфекций и воспалений, бактериальной природы или венерической природы вызывают выделение коричневого цвета. Зачастую женщина длительное время являлась носителем болезни. А при беременности, при снижении иммунитета, болезнь дала обострение. Либо активизировалось заболевание. Врач назначит максимально мягкую терапию для сохранения здоровья плода. Третья экстрагенитальная причина – это травмирование ткани матки или влагалища. Редкая патология. Лечение назначается в зависимости от степени травмы. Возможно, как дезинфекция поврежденного участка, так и вмешательство инфазивного характера. Четвертая причина – это полипы. Полипы при беременности и коричневые выделения также связаны между собой. Подобные новообразования могут возникнуть еще до беременности, а начать кровоточить в любом триместре при механическом контакте. Во время вынашивания младенца лечение обычно не производится, только в крайнем случае. А после родов женщине необходимо удалить все образования. В ином случае возможно перерождение доброкачественной природы в онкозаболевания. Коричневый оттенок смазки в основной массе случаев предполагает развитие патологии во втором-третьем триместре или отклонение в протекании беременности. Поэтому требует обязательного визита к лечащему врачу. В том числе можно посетить гинеколога в нашем медицинском центре. Беременной женщине не стоит заниматься самодиагностикой, поскольку некоторые ситуации нуждаются в неотложной врачебной помощи. Редактор субтитров А.Семкин